приветствую дорогие друзья и как слышно как видно давайте на вопрос а потом был уже пересмещу сюда вопросы почему-то файл не загрузился все загрузится сейчас загрузим еще на презентацию грузится грузится отлично почему-то часто прерывается спокоя голос на десяточку написали поэтому не знаю может быть прерывается у вас что-то с интернетом или с компьютером сейчас буду поближе раз два три раз два три как меня слышно два три раз два три 4 5 хорошо друзья если нет пять человек думаю 97 человек и 148 являются участниками пальчиками по евразии мы запустили цикл именно информации о полуевразии что это такое для чего у нас открыто полуевразия какие его цели какие задачи и какие выгоды участникам полуевразии быть вообще участниками потребительского общества вообще и полуевия хорошо вопросы пишите вопросы в конце отвечу на вопросы по поводу виза или киви с киви мы решаем сейчас вопрос с визой и мастеркад есть интернет эквариум они мы уже провели десяткам человек даже с банками которые банки они не хотят подключать на полуевразии интернет эквариум потому что считают что потребительское общество является для них рисковым направлением почему я объясню есть в потребительском обществе мы будем цикл лекций плюс я вам дам задание мы именно эти полуевразия в инструментах там будут или в обучении в образовании вернее там будет курсы некоторые пока в печатном материале но и записи все которые наши будут вестись курсы по полуевразия будут именно книга по потребительскому обществу вот всем я рекомендую всем участникам потребительского общества евразии тем кто думает стать или не стать рекомендую изучить эту книгу по потребительскому обществу это очень интересная книга и какие выгоды он дает она единственно описана со стороны предпринимательства именно какие выгоды предприниматель получает когда приходят в потребительское общество но сегодня мы с вами поговорим о том что мы будем говорить о том как скажем так какие вообще выгоды вы получаете и каким образом почему предпринимательство сегодня не очень сильно перешло в потребительское общество и какие задачи нужно ставить какие задачи мы ставим лично я ставлю задачу свою собственную донести до вас и естественно хотелось бы чтобы вы особенно кто с нами партнером он бы хотел бы тоже участвовать в этом процессе и так дорогие друзья я восстанавливаю опрос все благодарю николай значит правила еще раз правила поведения почитайте что запрещено что администратор обинар имеет право то есть лексика там еще что-то там и так далее и так далее на все вопросы я отвечу после поэтому если будете писать сейчас вопросы вы можете их писать Николай большая просьба если ты меня ведешь закрой чат я в конце буду отвечать я вижу Cinco итак дорогие друзья давайте по темам сегодняшнему какие мы темы с вами сегодня должны изучать что такое потребительская кооперация какие выгоды получают человек если он становится палщиком потребительского общества почему либо участником целевых программ почему для участника потребительского общества не страшны экономические коллапсы какие выгоды получают предприниматели бизнесмены когда они применяют системы потребные кооперации естественно основная задача по Евразии Итак, мы начнем с основной задачи по Евразии и потом перейдем постепенно к этим темам. Видите, вот эти все красивые картинки. И основная проблема, почему люди сегодня, 90% людей живут за грани бедности и нищеты, хотя нищета, я считаю, это состояние ума, и мы над этим будем с вами тоже работать, но на наших образовательных курсах по субботам, где мы с Виктором Собором заместитель по стрельгимическому направлению, но не это важно, он важен как тренер, потому что он является очень, скажем, сильным бизнес-тренером, человек, который за очень короткий промежуток времени, сегодня за 4 года провел только персональных более чем 1500 коуч-сессий, это очень серьезный момент, дорогие друзья, хочу вам сразу сказать, да, однако в общей сессии идет 45 минут, поэтому я хочу сказать вам, дорогие друзья, следующее, что вы должны понять, хотелось бы мне, не должны, а хотелось бы, чтобы вы поняли из встреч по потребительскому обществу, особенно, как бы, все, кто будет вести, вот на следующей неделе, это будет юридепартамент, и председатель совета Дмитрий Счастливый, председатель совета по Евразии, и он объяснит структуру, чего состоит потребительское общество, то есть, кто во главе стоит в управлении потребительского общества, и кто такие председатель совета, председатель правления, председателя ревьюзирования комиссии и какие выгоды получают люди, когда они входят в систему потребной операции. И почему вот эти красивые города, которые мы с вами видим, красивые дома, альтернативные источники энергии, которые еще придумывали в конце 18-19 века, они не были запущены системой в 20 веке. Я надеюсь, что мы вместе с вами и огромная армия людей, которые находятся уже в потребительской кооперации, а хочу вам сказать цифру, которую я услышал, не знаю, насколько она верная или неверная, но это, по крайней мере, говорит вот этот союз потребительских обществ в Русь, кажется, в России. Они заявляют о том, что в мире около 1 миллиарда пайщиков всех потребительских обществ в мире. После кризиса 2008 года очень серьезный рост начался потребительской кооперации в мире. И это не случайно, это, ну, скажем, такая вот предпосылка, хотя многие страны, особенно капиталистические страны, такие как Америка, Англия, Германия, они очень, Япония в том числе тоже, они очень боятся потребительской кооперации. Людей застращали настолько, что когда они слышат слово потребительская кооперация, для них потребительская кооперация ассоциируется со словом коммунизм, социализм, и сразу же все. Если коммунизм, социализм, значит все это плохо. Хотя я считаю, в Советском Союзе мы жили, коммунизму мы так и не пришли, но у нас был развитый социализм, можно так сказать, если говорить сегодня о Швейцарии, о Германии, о той же Америке, Соединенных Штатах Америки, там развитый социализм. Там на тысячу, не сто процентов, тысячу процентов вам скажут, что там развитый социализм. Такой же социализм, ну не такой же, у нас были гарантии, у нас было бесплатное обучение, бесплатная медицина и так далее, и так далее. Хоть какая-то, но она была, люди имели право на работу, на образование, ну и так далее, и так далее. Но вопрос, почему они сравнивают западные страны, они боятся, во-первых, слова потребка операции, а во-вторых, сравнивают его с социализмом, с коммунизмом, потому что здесь главным руководящим органом потребительского общества, законодательным органом потребительского общества является собрание пайщиков. Почему боятся многие компании, особенно компании Хапуги, которые олигархическим образом, с помощью олигархической системы развития общества за бесценок, за бесценок забрали, красиво забрали, не нагло, но красиво забрали, развели огромное количество людей, забрав себе те блага, которые должны были принадлежать людям. И вот цель, я покажу разницу, и вы поймете, и создание, допустим, в данном случае, цель по Евразии, это посвящение людей по выгодам в членство потребительских обществ, не только по Евразии, а именно потребительских обществ, в данном случае по Евразии, и какие самые лучшие выгоды для себя может получить человек. Вот об этом мы будем вести курс лекций, и я хочу ввести, вот, наверное, почему я сам лично веду лекции по поводу Евразии и по потребительскому качеству. Во-первых, я в них в прошлом году, в такое время мы уже начали обучаться потребительскому, меня мне наприкали в том, почему мы так долго открываем поводу Евразии, мы обучились уже там за нового года, но действительно мы по Евразии открыли только в апреле, а смогли запустить его только в сентябре. Но есть некоторые процедуры, дорогие друзья, и вы, как пайщики, особенно вращаясь к пайщикам, вы должны понимать, что есть такое понятие документа оборота, и некоторые слова, и лексика в потребительском обществе, она просто неприемлема. И тому причина, я объясню, в чем причина и почему эта лексика неприемлема. Потому что нет в потребительском обществе понятия прибыли, нет в потребительском обществе понятия дохода, нет в потребительском обществе понятия капитализации, либо капитал, либо рост акций, либо акции, ну и так далее, и так далее. Есть понятие паи, то есть ты можешь быть пайщиком, есть понятие целевые программы, есть понятие выгоды. Но фактически мы будем с вами, вот я буду объяснять и сравнивать, что фактически, дорогие друзья, выгода это есть, вот что такое прибыль, доход, процент, капитализация. Ведь это определенная выгода, которую получает человек, когда он делает определенные какие-то вклады или покупки. Но в потребительском обществе не существует понятия покупок, а есть понятие вступления в целевую программу, есть понятие целевых программ. Есть понятие, то есть если ты участник, ты берешь, делаешь взнос. Взнос может быть как денежным, взнос может быть как материальным, взнос может быть как интеллектуальным, взнос может быть как образовательным и так далее, и так далее. Есть такое понятие, когда человек делает взнос, есть такое понятие, как возврат по его взносу. Ну простой пример, приведу, что предположим, потребительского общества кто-то внес взнос в виде денег. Но обмен участников внутри потребительского общества может произойти такой обмен, где другой человек получает возврат по его взноса в виде денег этого человека, который взнес взнос за что? За то, чтобы получить выгоду. Ну пример, какую выгоду получить? Он воспользовался какими-то услугами того другого человека, который получил возврат по его взносу, потому что тот другой человек привнес по его взносу какую-то услугу. И на примерах сегодня я покажу вам эти важные задачи. Так вот, что же такое потребительское общество, дорогие друзья? Потребительское общество – это общество людей, нацеленных на определенные цели, которые существуют в потребительском обществе. И главная цель потребительского общества, главная цель, запомните и запишите, это удовлетворение потребностей пащи. Любое потребительское общество создается с целью удовлетворения потребностей пащи. Вот если любое коммерческое предприятие создается с целью получения выгоды, не выгоды даже, а прибыли, дохода, роста капитала, роста компаний и так далее, и так далее, то любое потребительское общество, оно образовывается с целью удовлетворения потребностей пащи. Ну, приведу простой пример. Все вы помните, кто был в Советском Союзе, кто не был, поспрашивайте у своих родителей, что были так называемые кооперативные строительства жилых домов, жилых многоквартирных домов, 9-этажных, 5-этажных, 12-этажных и так далее. Значит, те, кто... Ну, почему это было организовано? Государство не могло дать всем квартиры. У нас все квартиры даже и жилье давалось тоже бесплатно. И у человека была возможность либо получить участок земли и начать строиться, либо получить квартиру в казенке. То есть тебе ничего не надо, но очередь встала, что тебе нужна квартира, и тебе дают квартиру через какой-то промежуток времени. Государство выделяло всем квартиры. Там одно, двух, трехкомнатные. Я помню, когда я был молодой специалист, я работал в шахте в Донецкой области. Если бы меня в армию не забрали, ровно через полгода я бы получил квартиру однокомнатную, шахты, как молодой специалист. Когда я ушел в армию, потом уехал в Мурманск, там тоже мне нужно полгода еще было проходить в море, я бы получил однокомнатную квартиру, как молодой специалист. Как только у меня появилась бы семья и появился ребенок, значит, мне бы поменяли однокомнатную на двухкомнатную. То есть, грубо говоря, у меня забирают однокомнатную и дают мне двухкомнатную квартиру. Родилось двое детей, значит, уже трехкомнатную ты получаешь квартиру, а то и четырехкомнатную и так далее. Хочешь дачный участок, без проблем выделяю дачный участок. Дачные участки, они уже были кооперативные, как и некоторые кооперативные дома. Потому что, если ты не хочешь ждать, скажем так, когда тебе выделят государство квартиру, ты мог купить, не купить даже, а участвовать в кооперативном строительстве жилья, где зарплаты у тебя минусуется какая-то определенная сумма и ты участвуешь в этом кооперативном строительстве жилья. Что это такое? Каждый, как говорится, владелец квартиры, он вносил боевой взнос для строительства этой квартиры. Естественно, квартира строилась по себестоимости. То есть, по себестоимости, ну, еще какой интересный момент, в советское время, когда давали бесплатно квартиры, то, конечно, кооперативное строительство, оно существовало, но оно было более для таких зажиточных людей, которые чуть-чуть больше зарабатывали, чем средний класс. Обычно это были исполкомовские работники, инженерный состав или директора каких-то предприятий, которые зарабатывали. Это было так в Советском Союзе. Что же происходит сейчас в потребительском обществе? В потребительском обществе происходят практически многие вещи, как мы сейчас с вами рассмотрим, в каких секторах это идет работа. Но главный момент, главный момент, что вот эти красивые картинки, почему не используются сегодняшним обществом выгоды, выгоды, повторюсь, в качестве альтернативного источника энергии. Где мы за свет можем вообще не платить, за тепло мы можем вообще не платить, за систему кондиционирования мы можем вообще не платить. Вот только заплатил за оборудование, за систему кондиционирования, и все, не надо тебе каждый месяц уже платить. Вот как сегодня существуют солнечные батареи, хотя их они больше называют световые батареи. Оно не дешево стоит, но ты можешь поставить себе на дом, и у тебя будет электричество, и еще можно это электричество продавать соседям. Но почему это так долго, хотя еще с начала 20 века, конца 19, много предлагалось альтернативных источников энергии, которые практически были бы бесплатными для людей. Но так как был капитализм, и была гонка нарастания капитала, это было невыгодно многим капиталистам. Более того, многие капиталисты поняли, что потребительское общество, это есть враг номер один для их бизнеса и для их капитала. Почему? Да потому что если он владеет заводом, предположим, и все люди, которые работают на заводе, они являются пайщиком потребительского общества, то может настать такой момент, что он не идет в разрез с тем, чтобы удовлетворять потребности пайщикова, только занимается обогащением своим личным, то люди, пайщики, они могут, скажем так, уволить на собрании, на главном законодательном органе, который является собранием пайщиков, они могут уволить тех, кто не работает в пользу пайщиков и поставить тех людей, которые будут работать в пользу пайщиков. Чтобы вы понимали, немножко пример, председатель совета, это как, для сравнения, чтобы вы понимали, ну может, если потребительское общество, это, можно сказать, председатель совета, это руководитель компании. А председатель правления, это как премьер-министр в компании, либо как премьер-министр, вернее, в государстве, да, вот если с государством сравнить, то председатель совета, это как президент страны, председатель правления, это как премьер-министр, и председатель ревизионной комиссии, это как финотдел, банк и так далее, и так далее в стране. Ну, чтобы вы понимали, в рамках потребительского общества, да. И вот если этот председатель совета, председатель правления, они идут в разрез с интересами пайщиков, то, естественно, на ежегодном собрании пачков их можно сменить. И именно это боятся многие капиталисты, именно этого боятся наши олигархи, потому что для них это неприемлемо, как это его бизнес, хотя это не его бизнес, он украл этот бизнес, в любом случае у нас с вами украл, ну, у меня никто не украл, но многих людей они украли, красиво просто развели и забрали бизнесы. То есть красиво рассказали сказки, либо за копейки купили ваучеры в свое время и так далее. Поэтому, дорогие друзья, это основная задача потребительского общества и основная задача по Евразии – это создание нового жизнеуклада общественной жизни. Не просто строительство дешевых домов, не просто дешевое, низкое по цене, вернее, не дешевое, низкое по цене жилье, не только, скажем, технология Skyway, которая может быть доступна, потому что если олигархи, вот приведу пример, если опять же олигархи или крупный бизнес, он опять, скажем так, облапошит простых граждан и в свое время потом скупит ваши акции по дешевке, вы опять останетесь без чем. Это можно сравнить, как вот люди получили ваучеры в свое время, могли поменять на акции тех компаний, которые они работают, например, кто-то «Газпром», кто-то «Никель», кто-то какой-то мясокомбинат и так далее, и так далее, да, ну что сделали? По дешевке у людей скупили эти ваучеры, либо когда они стали акционерами, у них потом по дешевке скупили акции, и таким образом людей просто облапошили. Вот цель нас, моя лично, это просвещение людей, чтобы когда вы получите свои акции Skyway, и когда, скажем так, «Никельцами» акции Skyway, когда они будут стоить уже там, допустим, 100 долларов, а на самом деле рыночная цена может стоить до 500, до 1000 долларов, чтобы или там 100 долларов, а потом опуститься на 20 долларов, потому что крупный капитал может так играться на рынке, да, чтобы вы ни в коем случае не поддавались вот этим вот соблазнам, чтобы опять вас не обманули вот эти вот крупные-крупные финансисты мировые. Это наша основная задача. Наша еще основная задача – это создание вот такого образца нового жизневеклада общества, как вы видели в Transnet Group, да, где люди будут получать, в первую очередь, выгоды жить в достойных условиях на гектаре, на двух гектарах земли со своей семьей, может быть, да, может быть, на пяти гектарах земли, может быть, на тридцати сотках, либо если человек не любит жить на земле, но без проблем, хотя сегодня, мне кажется, все хотят жить на земле, иметь земли, просторы, да, но если человек не хочет, ну хорошо, без проблем, он может жить в многоэтажном, можно так сказать, скайхаусе, да, в таком плане. И вот давайте, дорогие друзья, определим главные цели по Евразии. Это первое – жить в процветании, в доставке, в попортных условиях, иметь постоянную выгоду, жить в прекрасных местах, передвигаться на больших скоростях, как индивидуально, так и общественно, путешествовать без границ и великолепное обеспечение будущего. То есть это основная цель по Евразии – удовлетворение потребностей пайщиков, чтобы они могли жить в новых условиях. А сегодня, благодаря президенту Российской Федерации Владимиру Путину, можно так сказать, да, под Новый год он делает просто замечательный подарок, где с 1 января начинается раздаваться. То есть человек может забить землю, а участок земли и по одному гектару на каждого взрослого человека дают, да, но только граждан Российской Федерации. Сейчас, я знаю, огромный всплеск идет бывших, скажем, россиян, которые стали гражданами Америки, Европы, разных европейских стран. Многие из них возвращаются сейчас на родину для того, чтобы получить российское гражданство. Более того, огромное количество, как Соединенных Штатов Америки, с Европы, я знаю, с Франции, очень много людей едет с Испании, с Германии, многие люди, особенно с ГДР, кто жил на территории ГДР, они, зная русский язык, хотят получить гражданство России по этой же причине, потому что нигде землю не дают, дорогие друзья. Это лишь только начало. И как вот Сергей Сибиряков говорит, вот то, что выдают сейчас по одному гектару земли на каждого члена семьи, это всего лишь, даже одного процента нет всей территории земли, которая есть в Российской Федерации. Поэтому сегодня Российская Федерация, мне кажется, в ближайшие 10 лет может стать гораздо круче, чем в свое время, когда Америку заселяли, какой там 18-19 век, да, когда европейцы все бежали, бандиты, как смотрел фильм, да, что Америку населили отбросы общества, то есть отбросы в каком-либо обществе, и они бежали в Америку, чтобы там начать новую какую-то жизнь. Ну и еще путешественники и разного рода, правильно сказать, люди, которые любят всякие экстримы, да, кто-то за большими деньгами поехал на Дикий Запад, ну и так далее, и так далее. Но вот если говорить о Российской Федерации, сегодня это единственная страна, которая выделяет бесплатно землю для граждан России, а с помощью Евразии, друзья, с помощью Евразии, мы сможем упорядочить, скажем, не то что упорядочить, а мобилизовать так эту землю, которая будет проходить в будущем в нашем линейном городе ПВО Евразия, то есть линейный город Евразия, Санкт-Петербург, Владивосток мы целью первой ставим, а следующая задача это объединение всех людей на евразийском континенте, и вполне вероятно, может быть, у нас будет на единой земле, без всяких границ, без паспортов, с жизнью единого формата от Лондона до Токио, может быть, и такое будет, а может быть, от, скажем, Франкфурта до Пекина, то есть потому что мы люди одной земли, большой земли, и, как я говорил вчера, кажется, или позавчера на встрече, что кто сказал, что кто границу четко проявил, что вот это Европа, это Азия, а вот кто поделил, вот это европейцы, это Азиат, это Ближний Восток, это Китайцы, это Монголец, какая разница, у всех глаза вот такие, да, вот у меня глаза тоже немножко такие вот, так что я тоже Азиат, да, или как сказать, да, мне кажется, я точно такой же человек, или тот, который живет в Англии, и тот, который живет в Китае, или тот, который живет на Дальнем Севере, или на Юнике, то есть мы все одинаковые, мы состоим из клеток, из сосудов, из крови, у кого-то первое, у кого-то четвертая группа крови, так давайте будем делить, значит, первая группа крови, к примеру, это элитарная, четвертая группа крови не элитарная, да, ну и так далее, и так далее, поэтому все это такой бред, и нам, людям, фактически, вот мы люди, да, я уже задавал такие вопросы, Мы хотели бы ездить без границ, не жить от зарплаты за зарплаты, многие хотели бы жить в очень комфортных условиях. И вот мы ставим как цель Евразия при создании линейных городов Евразии, а это не один город, а несколько городов Евразии, в котором мы ставим себе такую цель инициации. Да, мы не сможем все сделать сами, здесь нужен будет и крупный капитал, хотя по большому счету я хочу сказать, что приведу простой пример. Многие надеются на крупный капитал. Но что такое крупный капитал? Крупный капитал, чтобы сегодня ему придать, допустим, за 50 миллиардов денег и вложить, предположим, в линейный город Евразии, Санкт-Петербург, Владивосток, потому что он стоит 35 миллиардов, ну про все, ну пускай 50 миллиардов он будет стоить. И чтобы ему только продать какой-то бизнес за 50 миллиардов и начать инвестировать, допустим, в линейный город Евразия, ну, во-первых, ему нужно продать свой бизнес, а если у него акционерная компания, значит, если он начнет продавать, значит, акция начнет падать вниз, значит, никто продавать и покупать уже не будет, потому что какой-то шум непонятно произошел. Но фактически, а кто тогда будет покупать? Тогда будут покупать простые граждане, которым они будут вешать лапшу. Поэтому, дорогие друзья, наши цели мы ставим просвещение людей, потому что есть крупные компании, которые говорят, с Россией работать нельзя, но предположим. Но на самом деле компании в Америке собирают фонды, инвестиционные фонды, деньги с американских граждан и вкладывают сегодня эти деньги в Россию. Европейские, английские компании, крупнейшие фонды, они сегодня вкладывают деньги в Россию и в Китай. Почему они это делают? Они на этом зарабатывают. Так, может быть, тогда нужно просвещать людей, чтобы они напрямую вкладывали в Россию, в Китай, допустим, в потребительское общество, не в потребительское общество, а в создание линейных городов, получение одного гектара земли. Так вот, с помощью Евразии мы сможем упорядочить этот момент, где мы своим пайщикам будем говорить, ну это Сергей Сибиряков, через понедельник, каким образом по гектару земли мы хотим, скажем так, давать возможность нашим пайщикам, чтобы мы шли в одной, скажем так, колье, в одном русле. И второй момент, который мы ставим. В России можно сегодня получить землю абсолютно бесплатно, на 50 лет в аренду, по определенным некоторым моментам. А так как мы будем создавать линейные города, а это фактически, скажем так, города нового типа, определенной формации, на которую нам с большим удовольствием выделится земля по Евразии. А мы, как по Евразии, своим пайщикам можем свободно отписывать участки земли, где он выносит определенные средства, как по его взносу, возврат по его взносу, пожалуйста, его участок земли. Таким образом, он может быть не гражданином даже России, а эта земля будет числиться за ним. Ну, это элементарная простая схема, вот как в Индии. Там не гражданин Индии, не имеет права иметь землю. Как я, не гражданин Индии, могу, и как вы, не гражданин Индии, можете, к примеру, купить участок на Гоу? Открываете компанию, на эту компанию покупаете землю, таким образом компания ваша и гугл дейте землю. Такой же принцип здесь. Вы стали пайщиком, значит, вы стали участником по Евразии. Фактически этот участок земли отписан на вас. То есть, вот таким образом это все решается. То есть, простые такие моменты, механизмы. Именно поэтому, дорогие друзья, огромное количество китайцев, цифры разные, но по сведениям, где-то около, ну, больше даже 10 миллионов китайцев владеют таким образом на Дальнем Востоке и в Сибири землями через потребительские общества. То есть, они напрямую не имеют эти участки земли, а вот через потребительские общества имеют огромное количество земли именно китайские граждане. Именно китайские граждане. Понятно, да? Поэтому, если это делают китайцы таким образом, то фактически мы тоже это смотрим, дорогие друзья. Переходим дальше. Что же основные задачи по Евразии и что мы видим? Ну, во-первых, начались мы, и наша первая задача – это участие в строительстве экотехнопарка Skyway, струны низкого в городе Марина-Горка под Минском. То есть, транспортные системы второго уровня. Одна из главных задач – это участие в этих программах, целевых программах, для обеспечения и для участия и получения выгоды от участия в этих программах. Видите, да, я вот называю такие слова, там, я не говорю там акции сейчас, не говорю, какие доходы будут, а выгоды, которые вы сможете получать. Далее, это участие в строительстве линейных городов и, скажем, как правильно сказать, получение возможности жить либо в многоквартирных, скажем, апартаментах, где минимум на 200 квадратных метров будут участники получать, либо жить на земле и на одном, на двух, на пяти гектарах и жить в комфортных условиях 200-300 квадратных метров. Как Сергей Сибиряков расскажет, вот, нам всем интересно, что за технология, мне тоже очень интересно, что фактически дом в 200-300 квадратах человеку может обойтись как по стоимости автомобиля. То есть это примерно от 30 до 50 тысяч долларов, а некоторые автомобили даже 20 тысяч долларов стоят, да? Вот представьте себе, 200-300 квадратов стоит, как современный автомобиль, со всеми коммунальными условиями и не надо тебе платить там ни за свет, ни за газ, ну, только за интернет. А у тебя есть и тепло, и светло, и кондиционирование летом, если это летом и так далее. Далее, участие в создании родовых поместий, когда вы можете участвовать в программе родовых поместий. Восполняющие энергии, то есть когда мы можем использовать только восполняющие энергии и не зависеть от этой системности, где сегодня, как легко управлять людьми, да? Ну, давайте приведу простой пример. Вот сегодня одна из задач Запада, и когда они дают кредиты сначала прибалтийским странам, потом вот сейчас Молдавия, Болгария, была Югославия, сегодня вот до Украины докатились. Это одна из задач. Мы даем кредиты, а вы должны поднять коммунальные услуги. Так вот, дорогие друзья, при подъеме на коммунальные услуги, либо на газ, цена на газ, но в первую очередь, если бы, представьте, это были бы потребители, мы все потребители, к примеру, компании, там, газовой компании, которая продает газ. Значит, если бы мы, как потребительское общество, продавали бы этот газ и повысили цену, то в первую очередь мы бы с вами получили больше выгоды. А что означает больше выгоды? Значит, ты можешь пользоваться большим благом, большим количеством продуктов, большим количеством каких-то услуг за счет того, что существует так называемая выгода для пайщиков. Поэтому потребительское общество для этого создаётся. Но они что делают? Они повышают эту цену и уложат себе деньги в карман. Ну, понимаете, да? Дальше. Плавающие эстетические города в море. Это тоже одно из таких направлений. Есть такое понятие, как сферические города. Представьте себе ситуацию. Допустим, Сибирь, как мне говорили, в Иркутске там уже было и минус 30, а туда севернее, если ближе к Магадану, там может быть вообще 50. Вот представьте себе, где-то недалеко от Магадана есть сферический город. Что такое сферический? А это определенная такая вот, как Земля-матушка у нас находится в парниковом состоянии, так и здесь типа парниковое состояние, да? Потому что есть разоборки как у Анатолия Дорченицкого, так и у других ученых определенного такого умного стекла, при которых можно и качать энергию, и при этом можно удерживать одну температуру всегда. А за счет кондиционирования и системы вентиляции определенной, в этом сферическом городе, который находится, может быть, где-то на дальнем севере или там где-то посередине континента России, страны России, где-то посередине континента, скажем так, где зимой очень холодно, а там может быть круглый год температура примерно 20 градусов, круглый год. Зимой захотелось тебе на снегоходах без проблем, выехал через определенные ворота, вот тебе, пожалуйста, снег, летом, вот, пожалуйста, тебе вот так. Но в этом сферическом городе, который может быть 300 километров, может быть вот такая температура за счет вот этих определенных, скажем, стекол, которые могут быть, а даже не стекла, а есть полимерные такие материалы, которые могут обеспечить это все для жизнедеятельности этого города. Далее, экотехнология, как это Экосмарт-технология. Вот наши Юнибусы, дорогие друзья, это же настолько умные, скажем так, машины, интеллектуально умные машины, которые будут, Наталья Дорчуницкий рассказывал об этом, кто был в Москве. Дальше, экостроительство, применяя роботосистемы, и на сегодняшний день уже могут роботы строить нашу дорогу, и человеческий труд вообще должен уйти от физического тяжелого труда, и от того труда, который небезопасный. Тот безопасный труд, который вредит, может нанести урон человеческому организму, там, в виде смерти, там могут работать уже роботы. Далее, чистая вода и продукты питания. Вы знаете, вот чистая вода и чистые продукты питания, это наше будущее, и вот какие, с помощью потребительского общества, каким образом может быть применение в сельском хозяйстве и сибирский холод, и что такое за программа сибирский холод, которую мы планируем ввести уже после Нового года. Планировали в этом году, немножко не успели, после Нового года, я думаю, мы с вами ввести. Дорогие друзья, какие же, можно сказать, это прямое финансирование и перспективы этого направления. То есть, это можно финансировать в научно-производственном секторе, в сельскохозяйственном секторе, в строительном секторе, в секторе обслуживания, образовательные секторы, в секторе недвижимости, то есть целевые программы народного инвестирования, можно так сказать, в народном финансировании, которое называется на языке коммерческого сленга, народное инвестирование или краудинвестии, а здесь называется целевые программы. И мы как потребительское общество хотим здесь выступить как независимый орган контроля, организация институционных финансовых процессов в этом сегменте рынка. И здесь мы можем подключить огромное количество предприятий, я покажу почему это выгодно для предприятий будет, любой сферы, начиная от производства каких-то механизмов и заканчивая даже продуктами питания. Далее, дорогие друзья, если говорить о жилищно-транспортном секторе, это мы назвали как жилищно-транспортный сектор, линейные города и участие в строительстве адресных проектов, струнных технологий второго уровня, струнные технологии Министерства. Участие в строительстве высокоскоростной транспортной системы второго уровня и нового жилья 50 метров квадратных, которое будет стоить вообще очень дешево. Возможность быть участником целевых программ пайщикам, получать дивиденды после запуска проекта. То есть в потребительском обществе это называется не дивиденды, это я говорю в коммерческом смысле, а в потребительском обществе получить выгоды. И у вас могут быть определенное количество выгод, где, ну предположим, вы получили на языке коммерческого сленга, вы получили дивиденды или доход. Но вы знаете, сколько вы потребляете и какого потребляете товара на продукты питания. Вы заранее можете себе приобрести на год, ну к примеру, да, выгоду в том, чтобы вот эти продукты питания доставлялись вам прямо на дом. Более того, дорогие друзья, я хочу сказать, что когда вы можете быть участником целевых программ заводов продуктов питания, либо заводов, производящих одежду, либо заводов, не заводов, а компаний, которые владеют отельными отелями по всему миру. И они являются участниками потребительского общества, потому что в потребительском обществе, в чем еще одна такая очень интересная вещь, которую опять же не любят многие капиталисты, не любят олигархи. В потребительском обществе, вот если взять акционерное общество для сравнения, в акционерном обществе кто имеет больше акций, тот имеет больше голос. В потребительском же обществе, из-за того, что ты купил себе пай за миллион долларов, а кто-то к себе купил пай за 10 долларов, не купил, а вступил в целевую программу, к примеру, за миллион долларов, а кто-то вступил в целевую программу за 10 долларов. Ну, в рублевом идите, потому что мы как в России находимся. То здесь, дорогие друзья, что очень самое интересное, и у того, и того один голос. Когда будет общее собрание пайщиков, и у компании, к примеру, которая вступила в целевую программу за миллион долларов, тоже имеет один голос. Участник пайщик, который вступил в целевую программу за 10 долларов. Это очень важный такой момент, дорогие друзья. Так вот, и многие моменты решаются именно через собрание пайщиков. И третье. Участие в росте компании, в росте вашей доли и продаже части доли после IPO, если, ну, это называю, либо IPO, либо выхода на рынок. Хотя, по сути, дорогие друзья, ну, вот я вам хочу задать вопрос. То, что сегодня вы купили, предположим, за 10 долларов, ну, или за 1000 долларов, да, оно может вам давать выгоду, определенную выгоду, соизмеряемую с 1000 долларов в день через определенный промежуток времени. Как вы думаете, вообще стоит ли, как говорится, сделать возврат по его возноса, чтобы вам вернули, сколько бы оно не стоило по той цене? Не забывайте, сейчас мы подойдем к налогам и существует ли налогооблагаемая часть в данном сегменте или не существует. Конечно же, существует. Но налогооблагаемая часть не из потребительского общества, потому что потребительское общество – это не коммерческая организация, а получение выгоды. Если ты получил выгоду, и эта выгода, ну, предположим, ты сделал вклад в 1000 долларов, а потом ты решил сделать, ну, скажем, ты получил возврат по его возноса определенное количество, дали компании определенные в виде акции этой компании, да, и потом ты продаешь эти акции, естественно, ты как гражданин должен заплатить налог. Поэтому я задаю вопрос, да, что выгоднее, потом продать это все и заплатить налог, либо на те деньги, которые ты вступил на 1000 долларов, а ты через какое-то промежуток времени 1000 долларов в день получаешь или 10 тысяч долларов в день, а за эти, скажем, твоя выгодница измеренная именно с 10 тысяч долларов. И за эти тысяч долларов ты можешь распределить по-разному, и можешь получить еще больше выгода. Понятненько, да? Это один из таких важных моментов. Так вот, так как данный вид транспорта и комфортное дешевое жилье, и альтернативные источники энергии, и многое другое, но представьте себе, что у вас может быть интернет по скорости еще быстрее раз в 100, чем сегодня, вот у кого-то там не слышно меня, у кого-то затормаживает видео, вполне вероятно. Но вы можете получить еще более выгоднее оплатить в 10 раз решения, да? То есть вы, как это может быть, как это может быть в качестве потребительского общества? То есть вы внесли паевой взнос в виде денег. За что? За услуги интернета. А тот, кто организовал интернет, он получил возврат паевого взноса в виде денег, потому что он внес услугу, как паевой взнос, интернет, доставив вам интернет. Но самое интересное, если вы являетесь участником целевой программы, которая компании или потребительского общества, которая организовывает услуги интернета, то вы получаете еще выгоду от того, что не только вы пользуетесь, но еще пользуется огромное количество людей. Тогда фактически вам интернет бесплатный. Если вы являетесь участником целевой программы Skyway, и вот как мы говорили, да, представьте себе, вы живете в линейном городе, вот проехал Юнибус там и 60 человек, 60 человек или 50, вы считаете, вот такая выгода уже пришла. Проехало 100 за сутки, вы уже знаете, какую выгоду вы получили. И для вас фактически бесплатно, фактически бесплатно вы ездите по этому транспорту, на этом транспорте. А если еще в этой системе есть отели по всему миру или еще какие-либо отдыхающие такие интересные моменты, то вы приезжаете в любую страну, вам не нужно платить ни за что, потому что есть такое понятие, как обмен по яме между участниками потребительского общества либо участниками потребительского союза. А что такое потребительский союз? Это когда несколько потребительских обществ входят в один союз. В один союз. Хорошо, дорогие друзья, идем к самому главному. Какие же выгоды для участников потребительского общества? Потому что ту книгу, которую мы заведем, я думаю, завтра я дам задание, чтобы положили в потребительское общество книгу, именно потребительское общество Евразия, обучение эту книгу, мы обязательно изучили эту книгу. Так вот, там вы увидите именно как для предпринимателей, какие выгоды для предпринимателей, для компаний, которые работают на коммерческой основе, то есть как коммерческая организация, какая выгода некоммерческого потребительского общества компании. Но я хочу вам сейчас показать, какую выгоду, скажем так, для участников ПО, для простого труженика, для простого человека, для простого человека, который работает в системе коммерческого развития. То есть он работает на компании, которая является коммерческой. Даже если это государственная компания, она же тоже коммерческая, она же должна приносить прибыль. Если компания, к примеру, Газпром России, там она практически государственная программа, компания, значит она должна приносить определенную прибыль и государству в том числе, и значит и государство в том числе должно заплатить налог. А теперь давайте посмотрим. Вот коммерческое развитие, работает тружень, значит, либо предприниматель, либо бизнесмен, либо инвестор. Значит, вот они заработали деньги, берем вот труженика, ладно, там предприниматель, бизнесмен, инвестор, понятное дело, они там знают, как правильно работать с налогооблагаемой базой, как правильно оптимизировать налогообложение. Но труженик, вот в чем особенность, смотрите, бизнесмена, инвестора, в том, что налоги платит после того, когда он получил деньги на руки. А труженик и предприниматель платят налоги наперед. Вот в этом есть такая интересная особенность. То есть, с одной стороны, богатые вроде бы должны больше платить, но они платят только тогда, когда они получили деньги на руки, грубо говоря, а потом только заплатили налог. А труженик и предприниматель еще не получил деньги на руки, но уже с него сняли налог. То есть, ему в бумажечке начислено столько-то, а столько-то не нужно. Так вот, дорогие друзья, именно поэтому бизнесмены, инвесторы могут оптимизировать налогообложение и могут годами не платить налоги. Но рано или поздно приходят к ним фискальные службы и говорят, опа, иди сюда, получив фашист-грамоту, а что ты нам не платишь налог? Либо еще может быть ситуация, когда поменялся правитель в стране или система в стране, вот как на примере, допустим, Украины, да, последние, опять же, моменты. Значит, пока они были ребята пророссийские, значит, там бизнес был пророссийский. Сейчас пришли прозападные, значит, там бизнес полностью забирается наглым образом, а теперь западными и американскими компаниями. Ладно бы там местные олигархи забирали, да нихера подобное ему кто не дает. Забирается бизнес именно западными и другими компаниями, американскими компаниями. Так вот, я к чему это говорю? Что коммерческое предприятие можно забрать. А вот, дорогие друзья, потребительское общество, не коммерческое потребительское общество, его забрать невозможно. Потому что это потребительское общество, это потребительское общество пайщиков, а пайщики кто? Люди. Значит, нужно забрать у скольких? У тысячи или у десяти тысячи? Давайте представим, что если, предположим, пайщиков в какой-то стране 25-30 процентов, значит, нужно забрать потребительское общество 25-30 процентов населения, которые имеют выгоды, которые живут в линейных городах, которые все как классно, они, так как некоммерческое потребительское общество, они не платят налоги, но они пользуются выгодами. Сейчас мы на этой табличке увидим с вами. Так вот, труженик, предприниматель сначала платит налоги, получает разрешение, лицензии, постоянные проверки, потому что это коммерческая организация, значит, ты должен заплатить налог государству. А вот смотрю сейчас фильм, интересный такой, квартал 95 про украинских политиков, как он стал президентом, был школьным учителем, помотюкался на всех, его записали ученики, выложили на ютубе, и он стал президентом. Выбрали там 60% населения Украины. И там интересный момент, что приходят, собрали за месяц определенных, за лето определенное количество денег. И премьер-министр говорит, так, распредели всем поровну, ну как процент есть, да, а тут говорит, а в казну, а людям, а людям в казну в следующий раз. Он на него говорит, ну ладно, 10%, ну ладно, 15%. То есть, представляете, из всего собранных денег разгребают себе олигархи, и поэтому налоги, почему высокие хотят применять? Для того, чтобы олигархи себе по карманам положили, а народу ничего не дали. И таким образом налоги, 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 налоги. Я всегда задавал вопрос, дорогие друзья, такого плана. Интересно, если бы полностью отменить налоги, вот в государстве полностью отменить налоги и создать другую систему, при которой, при которой, вот вам хочу объяснить, пенсионерам, врачам, учителям, милиция, они бы имели выгоды. То есть, они бы жили в хороших жилье, пенсионеры бы кушали, что хотели, одевались во что хотели, ездили бы отдыхать, куда хотели, да. Всем бы было бы выгодно, да, но налогов бы не платили никто, ну, система заменилась бы какими-то другими моментами, да. Интересно, вот эти олигархи, которые лезут в президенты сегодня и хотят быть чиновниками, получить себе портфель, место какое-то, они бы лезли тогда туда в государство или нет? Я думаю, сто процентов, что нет. А если бы еще была такая ситуация, что смертная казнь, как в этом фильме, говорит, господа, я забыли сказать, что зарплата у вас будет всего лишь нафиг 150 долларов, там чиновник высокого уровня, да. Они стоят, говорит, а еще смертная казнь, если вы, говорит, взятку возьмете, хоп, отвернулись два человека остались, один глухой, один подставленный. Так вот, я к чему это говорю, дорогие друзья, что вот здесь сначала платятся налоги, а потом уже выгоды человек получает. То есть он получил зарплату, чтобы вы понимали, человек, который работает на предприятии в наших странах постсоветских, да и в европейских странах, какая ситуация распределения налогов. Человеку говорят, что ты платишь там 13 или 17 или 18 процентов. Но на самом деле это не так. Предприятие за этого человека платит почти 50 процентов всех отчислений, там пенсионный, соцстрах и так далее, и так далее. То есть, чтобы заплатить мне, как предприятию, тысячу долларов зарплату своему сотруднику, который у меня работает по договору, я должен 50 процентов отдать государству и еще с этой тысячи у него отминусовать 18 процентов. Итого, дорогие друзья, сколько это получается? Почти 60 процентов в общей сложности, а то и до 65 процентов. А это те деньги, которые мог бы получить тот человек, вот этот человек, который получает эту зарплату. Поэтому, когда человек получает зарплату, он уже заплатил налоги, за него предприятие зарплаты, то есть фактически у него на фонд заработной платы уходит 1650 долларов, а на руки он получает всего лишь 1000 долларов, дорогие друзья. Всего лишь 1000. И он тогда хочет купить себе жилье, дом, а эти олигархи опять подняли цельное жилье на стройматериалы и так далее, и так далее, и так далее. И получается, что все люди, которые, предприятия, предприниматели хотят ввести новые, какие-то альтернативные технологии в строительстве, в жизнеукладе, в электроомене, и так далее, и так далее, и не дают по одной простой причине, что уже все занято. И тогда получается, что на оставшиеся деньги тебе купить ничего не нужно, ты не можешь. Но тут появился банковский сектор, который говорит, а мы тебе дадим денег на сколько, на 10 лет, на 20 лет, на 30, ходишь на 50. В Англии, я знаю, там на 70 лет вроде бы кредиты давали, вроде бы отменивали. Представляете, и дети, и внуки в рабстве в финансовом году, да? И вот, а что осталось? Трать на достаток, на жилье, на автомобиль, на путешествие, на достойное образование детей и обеспечение пенсии. Вот лично мы, в потребительском обществе Евразия, дорогие друзья, вот это нафиг убираем. Это невыгодно для человека. Для простого труженика, для простого крестьянина это невыгодно. Что выгодно для человека? Давайте посмотрим. Труженик, если возьмем, да, предприниматель. Он сначала получает выгоды в системе потребкооперации, он получает выгоды. Он может получить высокий достаток. То есть, хочешь, у тебя будут кресла кожаные. Хочешь, не хочешь ты, там, в борьбе против партии зеленых и защита животных, да? Выпускаю тебя другую, соломенные будь. Хочешь еще, твоя, что хочешь, то и делай. Но чем больше ты получаешь выгоды в потребительском обществе, тем больше твой может быть достаток. Дальше, твое жилье может быть такое, какое ты хочешь. Хочешь жить в 20 квадратных метрах, ну хорошо, живи в 20 квадратных метрах. Хочешь жить в 200 квадратных метрах, хорошо, живи в 200 квадратных метрах. Хочешь в 500 квадратных метрах, хорошо, живи в 500 квадратных метрах. Хозяин барин является, да? Почему? Потому что у тебя есть выгоды определенные потребительского общества в виде возврата, которые ты можешь уже разместить, чтобы у тебя было более выгодное жилье, более выгодный автомобиль. Более того, дорогие друзья, в чем уникальность еще потребительского общества, когда у тебя есть жилье, автомобиль и оно внесено в потребительское общество, то допустим, если ты получил деньги, как возврат поевого взноса, предположим, а поевой взнос был у тебя 1000 долларов, а возврат поевого взноса 10 тысяч долларов, Значит, перед государством ты должен получить, будешь, заплатить будешь с 9 тысяч долларов налог. Но если ты от потребительского общества получил автомобиль в виде возврата поевого взноса на эти же 10 тысяч долларов, то, дорогие друзья, никакого налога ты не плачешь. Выгодны ли это для вас? Задайте вопрос. Если ты сделал вклад в пай, либо в целевую программу вступил и заплатил, к примеру, 1000 долларов, а через время каким-то образом твой возврат поевого взноса вдруг деньгами ты решил забрать, он 100 тысяч долларов, то есть 99 тысяч долларов вы заплатите налог. Но если возврат поевого взноса произошел домом, жильем, мебелью в этом жилье, то, дорогие друзья, никаких налогов вы не платите. Вот коренное главное отличие потребительского общества от коммерческих систем. И теперь, а это с путешествием связано, то есть если это все в системе потребительского общества или потребительского союза, дорогие друзья, то здесь человек получает выгоду, он не платит никому налоги. Налог он начинает платить, когда, допустим, возврат по его взноса произошел, он купил один дом в России где-то на юге, в Сочи, второй там в Крыму, третий в Сибири, четвертом на Дальнем Севере. Там туристы иногда ездят, он сдает на югах, на экваторе и так далее. И вот тогда, когда он получает прибыль, либо с продажи, либо с рентой, вот тогда он заплатит налог. Но если он сам пользуется кушать, одежда, интернет, школа, садик, медицина и так далее, и так далее, потому что это все ушло именно как возвратом боевого взноса в определенное направление, то, дорогие друзья, он ничего не платит. Вот это и есть основная выгода. И задайте вопрос, выгодно ли вам, как простому человеку, выгодно ли тому человеку, которого вы знаете, который пашет с утра до ночи, 40 лет, по 40 часов в неделю, выходит на пенсию, пенсии катастрофически не хватает ему, и он приходится работать до самой смерти. Что выгодно? Либо выгодно работать в системе потребительской кооперации. И еще один рисунок, который последний я хотел бы вам показать, почему для предпринимателя и для бизнесмена выгодно именно кооперативное предпринимательство, но оно называется не кооперативное предпринимательство, потому что предпринимательство, значит, это уже получение прибыли, а здесь называется система потребка операции. То есть правильно его называть, система не кооперативного предпринимательства, а система потребка операции. Вот вам простой пример с булкой хлеба. Простейший пример. К примеру, если это потребительское общество, не будем назвать Евразия, не Евразия, разницы нет, у потребительского общества, да, и вот есть клиент булки хлеба. Если в системе коммерческого с левой стороны, вот мы рассматриваем, да, вот это вот я сейчас подчеркну, это коммерческий принцип развития производства до клиента дошла булка хлеба. Значит, клиент покупает булку хлеба, он сам не знает того, но он участвует в налогообложении 20% МДС, плюс магазин должен заплатить налог на прибыль, плюс там накладные расходы и так далее, и так далее, плюс сотрудники, которые работают, им тоже нужно заплатить налоги. Далее, хлебозавод, он тоже должен заплатить налоги, есть на ЛНДС, есть налог на прибыль. А откуда пришла у нас хлеб, откуда пришел фермер, а эта фирма, она, скажем, вырастила пшеницу, она должна купить там ГСМ, пшеница стоит еще и цена на ГСМ, платит налоги, потом передает мельнице, мельница, соответственно, тоже должна заплатить налог, хлебозавод тоже должен заплатить налог, магазин тоже должен заплатить налог, и клиента булка хлеба обходится в 10, а то иногда и в 30, и в 50 раз дороже, если бы это было совсем другой системе, в системе потребка операции. Давайте рассмотрим с вами теперь столбик, и я здесь подчеркну его вот так вот. Этот клиент булки хлеба, он через потребительское общество вносит паевой взнос в виде денег, а возврат паевого взноса в виде булки хлеба. Магазин получает возврат паевого взноса в виде денег, и взносит эти деньги как паевый взнос, и возврат паевого взноса получает булки хлеба. Хлебозавод получил деньги, сделал возврат паевой взнос, вернее, мельницы, мельница перемолола муку дала, возврат паевого взноса в виде денег. И таким образом дошли до фермера, да? А если там еще участвует бензин, и ГСМ-компания, они тоже участвуют в потребительском обществе, то происходит возврат паевого взноса и так далее, и так далее. И если это все в потребительском обществе в одном, или в потребительском союзе в одном, дорогие друзья, за счет обмена паевого, есть такое понятие, как обмен паяни, да? Таким образом получается фактически очень выгодная вещь для кого? Для нас с вами, для простых клиентов, и выгода в первую очередь для всех вот этих вот людей, которые работают в этой системе. Почему? Да потому что тогда у них объемы могут быть гораздо больше. Значит, на что это влияет, дорогие друзья? Это влияет в первую очередь на ценообразование. То есть, если даже вот в этой системе они будут накручивать те же проценты, грубо говоря, которые они накручивают в коммерческой системе, но за счет того, что не будут вот этих отчислений на налоги, которыми кормится олигархическая система любого государства, любого ученского государства. Особенно почему капитализм боится потребкой операции. Капитализм жутко боится этого всего, потому что именно это приводит к правильному перераспределению капитала среди всех участников потребкой операции, дорогие друзья. Вот это и есть офигенная, можно сказать, выгода, а просто офигенная выгода для простого человека, для предпринимателя, для бизнесмена, для пенсионера, для любого человека, который должен работать, как говорится, госслужащим. Почему? Да, потому что любое предприятие, государственное предприятие может быть пайщиком. Вот если в коммерческом смысле слова оно не может быть, скажем, пайщиком, да, и, скажем, есть некоторые даже ограничения, когда чиновник не имеет права получить прибыль от этого предприятия, да, но он может быть акционером, агайз акционер, значит, акции рано или поздно можно забрать. А если здесь тот же чиновник становится пайщиком, если государственное предприятие становится пайщиком, то, дорогие друзья, всем очень выгодно. Всем очень выгодно, потому что есть понятие возврата по его взносу, а он платит зарплату своим сотрудникам, но так как не было вот этого налогового пресса, всем получается очень выгодно. И самое интересное, за счет специализированных взносов, за счет специализированных взносов, вот некоторые говорят, пенсия, должны заботиться о пенсионерах, они должны накапливать и потом им выдавать. Это все иллюзия и обман, и лапша на уши, красивая лапша на уши, знаете, как говорится, недавно смотрел какую-то тоже кинокомедию американскую, на грани, кажется, и, ну, как говорят, да мы сейчас вот на 5 лет тут станем, бабла скосим, а что там будет через 20 лет нам тут, пускай отвечают те, кто будет через 20 лет. Понимаете, да? И поэтому они навешивали нам лапшу, что они типа заботятся. Если человек сам о себе не позаботится, если сегодняшний человек, он являясь пайщиком, участвует в разных целевых программах и представьте эту ситуацию, да, вот к примеру. Он участвует в целевой программе в строительном кооперативе, который строит, ну, скажем так, жилье и там офисное здание и так далее, и так далее. Он также участвует в каком-то кооперативе, который создает какие-то ноу-хау в альтернативных источниках энергии. Он также участвует в кооперативе целевые программы SkyWay. Он участвует в кооперативе, в которой сеть отелей и так далее, и так далее по всему миру. Он везде участвует, везде может получить выгоду, и он участвует в развитии этих предприятий. Почему в развитии, дорогие друзья? Первое, он вступил в эти целевые программы, а второе, он может посещать эти объекты, он может пользоваться услугами тех потребительских кооперативов, в которых он вступил как пайщик, либо как вступил в целевую программу, и он получает выгоду. Это называется один из главных моментов в инвестировании, когда мы говорим об инвестировании в Академию Частного Инвестора, когда человек живет в круге взаимоотношений денег, и у него чем больше активов, тем больше доход. Чем больше активов, тем больше доход. Так и здесь, чем больше у тебя целевых программ и участия в разных целевых программах, тем больше ты выгод получаешь. А чем больше выгод ты получаешь, тем лучше ты живешь, и тем больше благосостояния твоей, твоей семьи и твоего поколения. Вот это, дорогие друзья, самые такие интересные выгоды. Это была первая лекция по потребительской кооперации. И сейчас, Николай, включи, пожалуйста, перед тем, как я объявлю новости в чат, я хотел бы, чтобы вы все ответили вкратце, только не надо, много вкратце. Что такого самого главного вы поняли в сегодняшней лекции по потребительской кооперации, и увидели ли вы лично для себя выгоды, и выгоды для, скажем, для тех людей, которые находятся в вашей родственнике, в вашей знакомой и так далее, и так далее. Есть люди, которые ничего не поняли. За счет чего тогда будет жить государство? Вот хороший вопрос. Если не будет налоги, главное, поняла, что нам это как государство. А давайте тогда зададим вопрос следующий. А что такое государство? Государство – это кучка менеджеров, которая должна доить свой народ, как дольную корову? Или государство? И заметьте, в конституции любого государства написано что? Что написано? Кто является главным в этом государстве? И чиновники, которые приходят в это государство, они обязуются работать на вот этих главных в этом государстве. То есть на тот народ, которым предельно присягу и так далее, и так далее. А что получается? Что народ, по идее, когда выбирал и были выборы, он нанял этого менеджера на то, чтобы он хорошо управлял этим государством, а он управляет очень хорошо именно в свой карман для своей семьи и так далее, и так далее. Поэтому любое государство, любое государство, он состоит из людей. И чем лучше и благосостояние живут люди в этом государстве, тем более благосостоятельно являются. Еще раз хочу сказать, дорогие друзья, если вы меня не услышали. А любое государство, предприятие, любой чиновник, он может быть пайщиком потребительской кооперации, потребительской обществе. Владимир Владимирович Путин является пайщиком. Выгоды суперские, безусловно, налоги – это пирамида, совершенно верно. Налоги – это самая настоящая финансово-узаконенная пирамида, особенно пенсионный фонд. Да, вот ответили, государство – это мы, совершенно верно. И тогда в управление этого государства будут приходить те люди, которые реально могут поднять еще на более высокий уровень государственный уклад. А государственный уклад, он от чего зависит? От количества людей, которые живут в каком-то укладе. Если он повышает еще более государственный уклад, значит, его люди, его граждане государства еще лучше и больше живут, еще больше получают выгоды. Потому что любое государство, оно в первую очередь, как и любое потребительское общество, должно сосредотачиваться на выгоде граждан своего государства, но не на своей собственной руле. Собственно, выгода может быть только тогда, и в чем уникальность потребка операции. Чем больше, вот есть один из главных элементов, чем больше, я там говорил, новая экономическая эволюция мира в субботу, я говорил об этом, чем больше человек привносит полезности в мир, тем больше он и лучше еще может существовать и жить. Но, дорогие друзья, я хочу сказать следующее, с теми технологиями, которые сегодня растут, с роботосистемами, которые развиваются, многие тяжелые физические труд и работа, которые существуют, она отойдет и заменится роботосистемой. Это уже сегодня происходит. И это нормально. Кто написал? Это государство в государстве, только справедливое. Ну, можно и так сказать, наверное. Кто написал? Государство – это паразит, который сидит на шее своих граждан. Нет, государство, оно не сидит на шее своих граждан. Есть чиновники, которые могут сидеть на шее своих граждан. Отлично, дорогие друзья, я вижу, многие поняли страница. На сайте отправить оригинал по адресу данные на сайте, сайт Евразия. Что такое потребительское общество Евразия? YouTube, как делать оплату по Евразия? Вот, видите, там все даже, вот, кто-то уже записал. Приложение об имущественных фондах, положение системы оплаты взносов ТОО, положение об имущественных фондах по ТОО Ставу и так далее, и так далее. На следующей неделе будет Дмитрий Счастливый, он возглавляет юроотдел нашего холдинга, и он является председателем совета по Евразии. Вот как раз эти вопросы подготовьте для него. Кто-то написал, благодарю, новые отношения, новое будущее, строим сюда. Да, совершенно верно, мы сами можем построить то будущее, которое мы можем сделать. Дай Боже, чтобы это все построили. Я за плод. Дорогие друзья, когда в прошлом году я осознал и понял, что такое потребительское общество, я понял, что то, что хочет внедрить Антолида еще низкий, это очень важный момент. С теми технологиями, которые существуют старого типа, они нам просто не дадут внедрить, и мы должны только работать с новыми технологиями нового типа. Вот здесь, в чем уникальность того, что раздается земля, и мы можем получить землю на твоей Евразии. Да мы можем абсолютно на новой территории, абсолютно на новой территории, с помощью струнных технологий добраться куда угодно, и выстроить абсолютно новые системы городские, городского жизнеуклада. А любому, вот заметьте, любому чиновнику, чтобы вы понимали, да, любому чиновнику, ему очень выгодно следующее, чем больше людей живет в его, скажем, отделении, которое он курирует, к примеру, либо город, либо область, либо вообще район, тем больше в бюджет приходит налогов. Поэтому они будут с большой выгодой, когда мы будем говорить, что вот здесь мы хотим сейчас потихонечку, а потом здесь будут жить, предположим, в вашем районе, сколько в вашем районе живет, 30 тысяч человек, а будут жить около 300 тысяч. Как вам выгодным будет для вашего района? Он сразу умножит, опа, это в 100 раз больше, вернее, в 10 раз больше налогов, в 10 раз больше того, в 10 раз больше я смогу, наверное, украсть. Но он еще не знает, что мы внедрим его в потребительское общество, потребительский союз, государственное предприятие, его самого, и ему будет очень выгодно с нами сотрудничать, и ничего он воровать не будет. Олег Владимирович, такие вебинары должны проводиться регулярно, вот поэтому у нас, и мы назначили, что по понедельникам у нас регулярно будет проходить по потребительскому обществу, то есть сейчас это была вводная часть, но мы будем говорить потом конкретно, а по Евразии отвечать на все вопросы. Можно быть пальчиком. Хорошо, дорогие друзья, я теперь перейду, можно ли оставить открытым развивающий тренинг от 4-го, 12-го, от 10-15-го, очень мощный. Можно ли оставить открытым развивающий тренинг? Это тот, который я давал от 4-го, да? Ну, нужно решить, давайте, пишите, я думаю, наверное, может, что он, а что там я такого говорил, я даже не помню уже. А, про новую экономическую эволюцию мира, да, точно. У меня с 19 ноября все еще не завершена покупка, как быть? Первое, вы можете ее отменить, эту покупку. Второе, финотдел, наберите и узнаете обязательно в службе поддержки, пускай с финотделом, служба поддержки, сегодня у нас на сайтах работает круглосуточно. И они вам ответят на, ну, помогут разобраться. Брошюра не помешал. Сколько надо внести, чтобы получить один, два, три? Дорогие друзья, ничего не нужно внести, вы получите землю от государства. Но здесь какой момент? Вот вы получаете землю от государства где-то, где нет инфраструктуры и так далее, и так далее. Либо вам нужно стать пайщиком, и тогда мы вот в этой карте, которую будут показывать государством, будем говорить, давайте вот землю, вот берите земли из такого-то по такой-то. Вот это будет линейный город Евразии, где мы планируем там либо 3 километра, либо 10 километров ширина, и пошли длину там выстраивать, да, и будем таким образом говорить, что мы хотим вот здесь вот сейчас занять это место, и это место будет всех наших пайщиков. Более того, я хочу вам сказать, что вам просто нужно стать пайщиком, но уже участие в целевых программах вам дает возможность получить определенные выгоды для себя. Когда это будет, китайские города накрываются, не только китайские, дорогие друзья, это все города сегодня, они просто, вы себе даже не представляете, что происходит за всеми городами. Нет, не обязательно прописка гражданства России по Евразии может быть пайщиком любой гражданин любой страны. Итак, дорогие друзья, переходим к новостям. Новости, акция продлена до 17-го, 12-го, 2015-го по спецдисконту, и выгода и разница, какая вы получаете. То есть, она должна была закончиться завтра, но сегодня сообщили с компанией, что 17-го, 12-го будет продление до 17-го, 12-го. Поэтому, дорогие друзья, я вас поздравляю, у вас еще 7 дней, если не ошибаюсь, 17-го, 9-го, 17-го, 17-го, 16-го, 17-го, 18-го, 16-го, 17-го, 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 17-го. завтра дня, для того, чтобы воспользоваться этим шансом. Посмотри, какие выгоды вы получаете. И возможности, хочу сказать, дорогие друзья, они бывают раз в жизни, именно такие возможны. И говорите об этом своим друзьям, своим знакомым. Таких возможностей больше никогда не будет. Ни у тебя, ни у твоих детей, ни у твоих внуков, ни у твоих прадедушек. И этих возможностей никогда не было ни у твоего прадедушки, ни у твоего дедушки, ни у твоих родителей. Это возможность, которая бывает сейчас раз в жизни вообще твоего поколения. Это очень интересная возможность. Поэтому можешь отказаться, сказать, а ну вас нафиг, вы задолбали со своим Skyway и так далее, но изучи. Вот изучи, пожалуйста, что ты можешь получить, что ты можешь потерять. И отправляйте этому человеку. Есть в личном кабинете пакет для друга, называется информационный пакет для друга. Там, видео, там, ответы вопросов на Веницкого. И мое видео, которое называется, как происходит рост акций и дивидендов в Skyway, какие предположения, где я показываю, за счет чего будет рост акций и дивидендов. Дорогие друзья, воспользуйтесь этим шансом. У вас еще 10 дней и обязательно дайте эту возможность многим-многим. Да, по 17 включительно, дорогие друзья. И еще очень важное событие, что вам может помочь, дорогие друзья, вообще в росте, в системе работы. Это Международный телемост, который будет 20 декабря 2015 года. Вы уже на сайте, на основной странице видели это приглашение. Он произойдет 20 декабря. Я лично буду присутствовать в Иркутске. Все, кто с Дальнего Востока, все, кто с Сибири, все, кто с Алтая. Дорогие друзья, сейчас я скину заявочку. Вы можете подавать явочки на участие. И тот, кто приедет туда, дорогие друзья, мы с вами очень хорошо поработаем, потому что я остаюсь там на 6 дней, с 20 по 26. У меня там по делам не нужно, но еще полдня минимум в день я буду работать со всеми партнерами, которые туда приедут, которые хотят получиться профессионализм и как делать это. Поэтому приглашаю, дорогие друзья, туда. На этом сегодняшняя моя встреча закончена. Дорогие друзья, все юридические вопросы. Готовьте Дмитрию счастливым на следующую неделю. Он был с вами вкратце и расскажет о том, чего состоит по Евразии, какие законодательные акты по Евразии, то есть, скажем, кто вы как пайщики, вопросы по заявлению, вопросы по оплате пая, паевых взносов и так далее. Это все готовьте. Будет Дмитрий счастливый и Игорь Романенко, как председатель ревизионных. И он будет тоже там по финансовым вопросам, которые могут быть. Всего доброго, дорогие друзья. Да, мы вместе. Давайте будем делать этот мир лучше, потому что только от нас сегодня зависит. От нас с вами, простых людей, сегодня зависит будущее нашего, нашей большой земли, от Атлантики до Тихого океана, от Северного океана до, скажем, Индийского океана и так далее. То есть, от нас с вами зависит, как это будет будущее. Оно будет красивое, комфортное, без границ, без этих долбанных паспортов и без национальности. Чем больше национальности, тем хуже, я считаю, потому что непонятно. Есть народности, есть такое понятие народности. Народ, определенный народ, определенной народности. Национально специально ввели нам в свое время для того, чтобы на национальной почве были разные неприятные моменты. Поэтому давайте мы с вами все будем действительно строить с вами светлое, прекрасное будущее, о которых, может быть, мы мечтали и читали в фантастических романах. Я уверен, что с помощью Анатолия Дарьевича Яницкого технологии Skyway, новых технологий, как в, скажем, в общественном жизнеукладе и в жизнеукладе общества, мы можем с вами превратить все это в жизнь за очень короткий срок. За 10, 15, максимум 20. Будем ездить со скоростью по всему миру, 500 км в час на наших юнибусах. Мы сможем пользоваться всеми благами и при этом мы с вами все будем жить в достатке и все будет здорово, красиво, хорошо. Пока-пока, с вами был Андрей Форос. Субтитры сделал DimaTorzok